Что если новый ледниковый период уже на подходе? Наука уже давно установила, что климат на нашей планете в процессе ее развития неоднократно изменялся. Жаркие и засушливые периоды сменялись на более умеренные температуры. А как минимум четыре раза в истории Земли случались так называемые ледниковые периоды, когда большую часть поверхности планеты покрывала многометровый слой льда, а температура падала до крайне низких значений. Это случалось по самым разным причинам, но подобные климатические изменения всегда несли гибель практически всей жизни на планете. Одно из таких серьезных похолоданий стало причиной завершения эпохи динозавров. Миллионы лет эти гиганты были хозяевами планеты и находились на самой вершине пищевой пирамиды своего времени. Но усиление вулканической активности, вызванное падением гигантского астероида, привело к образованию в атмосфере завесы из пыли и вулканического пепла. Непроницаемая для солнечных лучей пелена закрыла небо на очень долгое время. За этот период без тепла и солнечного света погибла почти вся растительность на планете. От недостатка пищи и холода, вымерли тысячи видов живых существ. Но даже этот временной отрезок не может считаться настоящим ледниковым периодом. Еще в 19 веке наука даже не предполагала, что климат на планете становится то теплее, то холоднее. В то время господствовала теория, что Земля постепенно остывает, и бешеная вулканическая активность и поля раскаленной лавы в прошлом постепенно сменили тропики, а впоследствии привычный людям климат. Именно этим объяснялись находки останков теплолюбивых животных в северных широтах. Также этим постепенным охлаждением были объяснены замерзшие полюса планеты и снежные шапки на пиках высоких гор. Но жители горных долин в разных уголках планеты знали от своих предков, что ледники в разное время то приближались к поселениям людей, то практически исчезали. Развитие геологии привело к научному обоснованию этих сказаний. По всей Земле были обнаружены следы присутствия в разное время ледяного покрова. Движение ледников характеризуется типичными продольными бороздами на скалах и удаленными от горных массивов отдельными валунами. Некоторые исследователи пытались выстроить теории, говорящие о цикличной смене эпох глобального потепления и последующего похолодания климата. Только в конце 19 века эти теории были признаны научным сообществом. Температурные изменения были связаны с периодами солнечной активности и накоплением в атмосфере парниковых газов. Картина возникновения ледниковых периодов была полностью воссоздана в 30-х годах 20 века. Ученые выяснили, что во время любого ледникового периода температура тоже периодически менялась. Эпохи глобального похолодания сменялись так называемым межледниковьем, когда климат становился теплее, а уровень моря значительно повышался за счет таяния льдов. Каждая такая эпоха длится несколько десятков тысяч лет. Кстати, сейчас мы наблюдаем именно такую межледниковую эпоху. Причинами климатического похолодания планетарного масштаба могут стать изменение орбиты планеты и угла наклона ее оси, которые приводят к длительному холодному лету в северном полушарии. Уменьшение количества поступающего от Солнца тепла из-за снижения его активности. Сокращение количества лесов или увеличение площади полярных льдов, что приводит к усилению способности поверхности планеты к отражению солнечных лучей. Смещение континентов к полюсам или экватору и их соединение в более крупные массивы. Изменение направления или интенсивности океанических течений и сопровождающих их воздушных масс. Снижение уровня парниковых газов в атмосфере. Каждая из перечисленных событий в отдельности может и не привести к наступлению ледникового периода, но при сочетании нескольких из них глобальное похолодание практически неизбежно. В истории развития планеты подобные случаи уже были, и каждый раз после отступления льдов жизнь на Земле начинала развиваться чуть ли не с нуля. За четыре с половиной миллиарда лет существования, около 650 миллионов лет, Земля почти полностью была покрыта льдом. Впервые это случилось на заре появления жизни. Примерно два с половиной миллиарда лет назад на Земле появились цианобактерии, которые, поглощая из окружающей среды питательные для себя вещества, активно выделяли кислород. Одним из основных компонентов воздуха тогда был метан. Он является парниковым газом. Выделение в атмосферу большого количества кислорода привело к его окислению, и средняя температура воздуха снизилась с 54 градусов Цельсия до минус 40. Это оледенение назвали Гуронским. Оно продолжалось около 300 миллионов лет и было самым масштабным в истории планеты. Даже в экваториальных районах слой льда, по оценкам ученых, имел толщину несколько сотен метров. В итоге погибли почти все организмы на планете. Туго пришлось и тем, кто дышал метаном, и тем, кто потреблял кислород. После их исчезновения уровень парниковых газов стал расти за счет вулканов. Они активно выбрасывали в атмосферу углекислый газ. Это в итоге привело к началу потепления климата. Следующий ледниковый период случился примерно 750 миллионов лет назад. Тогда все континенты собрались в районе экватора, в огромный суперконтинент. Продолжительные дожди, которые в этих широтах случаются довольно часто, постепенно вымыли из атмосферы большое количество углекислого газа, который стал накапливаться в осадочных породах. Уменьшение парникового эффекта привело к очередному похолоданию. Оно длилось меньше 200 миллионов лет. Земля того периода из космоса выглядела как гигантский снежок. Живые организмы, которые уже стали многоклеточными, сохранились только в подледных озерах и вблизи горячих источников. Но замерзание планеты прекратило процесс выветривания силикатов и образования осадочных пород. Постепенное повышение количества углекислого газа снова вызвало нагревание планеты, а дальнейшее развитие сохранившихся живых существ дало начало резкому скачку эволюционного развития. Вершиной этого развития стала эпоха динозавров с ее многообразием форм и видов. Но еще до появления этих гигантских рептилий землю несколько раз покрывали разросшиеся полярные льды. Каждый раз причиной этих оледенений становилось появление новых форм жизни, потребляющих углекислый газ и выделяющих кислород. Сначала это были водоросли или шайники, затем папоротники. Ученые считают, что эти ледниковые периоды стирали с лица земли до 70% животных и растений. В эпоху динозавров континенты уже достаточно далеко отдалились друг от друга, но один из них, Гондвана, дрейфовал в районе Южного полюса. Вместе с очередным снижением уровня углекислого газа и уменьшением количества лесов это привело к снижению температуры по всей планете. В приполярных районах динозаврам пришлось переносить достаточно суровые холода, но в конце мелового периода из донных отложений мирового океана высвободилось огромное количество метана. Оно сделало климат на планете теплее, но с учетом падения метеорита и последующих катаклизмов динозаврам это уже не помогло. С течением времени на смену динозаврам пришли мамонты, бизоны, шерстистые носороги и саблезубые львы. Но и им пришлось бороться за выживание не только друг с другом, а еще и с очередным ледником, который разросся от Антарктиды почти до экватора и изменил температурный баланс в океане. Полярные льды долгое время то отступали, то расширялись, а животные и растения продолжали погибать в борьбе с изменениями климата и прочими природными катаклизмами. Около 100 тысяч лет назад закончилась очередная ледниковая эпоха и наступило время расцвета так называемой мамонтовой фауны. Примерно в это время на Земле появились предки современных людей. Около 20 тысяч лет назад началось очередное глобальное потепление. Оно длится по сей день. Получается, что человек еще ни разу по-настоящему не сталкивался с ледниковым периодом. Но вскоре это испытание вполне возможно придется пройти и людям. Ведь в течение ближайших 100 лет таяние полярных льдов должно привести к исчезновению теплого течения Гольфстрим, которое омывает берега Европы и Америки. Это станет началом очередного ледникового периода. Проверить свою готовность к этому природному катаклизму люди смогут уже в ближайшее десятилетие. Ученые предсказывают скорое снижение солнечной активности и наступление очередного температурного минимума. В прошлый раз, примерно 300 лет назад, это привело к существенному похолоданию и неурожаем. Наступление ледникового периода неотвратимо, и люди могут только ускорить его при помощи выбросов в атмосферу различных веществ. Поэтому человечеству стоит начинать готовиться к борьбе за выживание. Учитывая особенности эволюционного развития людей, стоит ожидать не объединения всех усилий в борьбе с голодом и холодом, а глобальную войну всех со всеми за ресурсы и наиболее подходящие для жизни территории. Вполне возможно, что это приведет к тому, что человеческая цивилизация исчезнет, как раньше это случилось с другими живыми существами, проигравшими эволюционную битву со льдом и холодом.